Всем привет! Сборная Италии. Италия пропустила чемпионат мира 2018, но показала отличную игру в квалификации Евро. 10 побед из 10. А также у них есть серия из 25 игр без поражений. Итальянцы входят в топ-8 фаворитов, по мнению букмекеров. Выход из группы оценивается в 1.05. Стиль игры Италии кардинально изменился. Мы привыкли видеть от Италии отличную оборонительную игру. Но сейчас при манчине сборная показывает симпатичный и атакующий футбол. На что стоит обратить внимание по статистике? Италия наносит много ударов по воротам соперника. Еще не вышла линия, но стоит обратить на тотал больше ударов по воротам. Средний индивидуальный тотал 18.79, больше 15.5. Пробивался в 16 матчах из 19. Для такого большого тотала отличный результат. Сборная Турции. Турция отлично провела себя в отборах. И за 10 игр пропустила всего 3 мяча. Приход Гюнеша пошел команде на пользу. В обороне игроки, которые играют в основе топ-клубов АПЛ. Турки смогли на сборах обыграть действующего чемпиона мира, Францию. Состав очень симпатичный. Чалхан Оглу лучший игрок в серии А по ключевым передачам и созданным моментом. Именно он и будет лидером. А выход из группы идет за 1.75. На что стоит обратить внимание по статистике. Сборная мало пропускает в первом тайме. Проходимость 14 из 19. Также матчи с турками эмоциональны. Поэтому тут разумно взять тотал 4.5 по желтым карточкам. Который проходил в 14 из 19 игр. Сборная Швейцарии. Очень крепкая сборная. Которая имеет отличный состав. Она собрана из легионеров. Во внутреннем чемпионате играют единицы. Больше всего игроков из Барусии. В отборах Швейцария выступила неплохо. А с Лиги нации могли вылететь. Но там и в соперниках были Испания, Германия. А с ними швейцарцы бились неплохо. Лидером в команде стоит считать шокери. А коэффициент на выход из группы 1.6. На что стоит обратить внимание по статистике. Тотал ударов в створ соперника в первом тайме слишком низок. Средний тотал 1.18. Тотал меньше с 2.5 проходил в 15 из 17 игр. Сборная Уэльса. На прошлом чемпионате Европы Уэльс совершил сенсацию. А сейчас команда осталась без тренера. Так как Гикса обвиняют в избиении женщины. С составом тоже не все гладко. Лидер команды Бэйл проводил мало игрового времени за Тоттенхэм. По сравнению с Евро 2016 Уэльс потерял ряд ключевых футболистов. Поэтому заслуженно Уэльс является андердогом группы А. На что обратить внимание по статистике. Игры с участием Уэльса проходят в борьбе. И как правило низовые. Средняя результативность меньше 2.5 мячей за матч. По коэффициенту 1.67. Проходил в 16 матчах из 21. И это все разбор от Капера Сергея. Из телеграм канала Честный Каперочек. И Честный Капер. Подписывайся на каналы в телеге. Которые будут в описании и первом комментарии под данным видео.